Готовят кадры со школьной скамьи. В школе номер 118 поселка Красная Глинка оборудовали инженерно-технический класс. На торжественную церемонию открытия приехали исполняющие обязанности главы Самары Иван Носков, гендиректор электротехнического предприятия Дмитрий Куприянов и другие почетные гости. Проект реализован заводом «Электрощит» совместно с Самарским государственным техническим университетом при поддержке администрации города. Это делает предприятие, делает именно из-за того, что им это нужно. Это важно. То есть они заботятся, с одной стороны, о своих сотрудниках, о детях своих сотрудников. С другой стороны, они, по сути дела, готовят себе кадры, они себе играют в долгую. То есть это связка между школой, институтом и дальше уже рабочим местом. Важно, что сегодня именно в этой школе работает программа поддержки учителей, как раз с предприятием. И здесь сегодня школа укомплектована на 100% преподавателей. Инженерный кабинет в школе отремонтировали и оснастили современным учебным оборудованием. Мы приобрели всю необходимую технику. То есть это проекционный дисплей, непосредственно сам проектор. Для учащихся организованы рабочие места. Это высокопроизводительные компьютеры. Дальше мы организовали, на сегодняшний день будет 350 академических часов преподавателей Самарского государственного технического университета, которые будут вести преподавание в классе. Мы начинаем проект подготовки с помощью наших профессоров. При Вальске ставили технического факультета, большой профориенционной работы, программы леди энергетики, чтобы ребята не просто получали знания, а в дальнейшем поступали в Самартехнический университет, на электротехнический факультет. И вместе с ведущими инженерами делали одну из лучших продукций электротехнической отрасли России. В новом кабинете будут проходить занятия для учеников профильного 10 класса. Среди будущих инженеров Павел Кузюткин. Влекается физикой, информатикой, математикой. Именно на эти предметы делают упор в профильном классе. С этим классом нам еще и добавили занятия с преподавателями из вуза, из политеха нашего, сам ГТУ. И мы получаем довольно много знаний. Занятия происходят у нас по три часа на неделю по математике, по физике, по инженерной графике. И они, да, там тяжело, да, сложно, но знания нам дают очень хорошие. И я уверен, что это хорошая возможность и очень хорошо, что у нас есть такой класс. Учителя же отмечают, что новое оборудование сделает образовательный процесс более интересным и разноплановым. По физике можно на компьютере выполнять виртуальные лабораторные работы, которые нельзя выполнить в обычном классе, потому что нет, например, оборудования для выполнения данных лабораторных работ. Также на этих компьютерах они будут выполнять задания по инженерной графике. Ну, соответственно, какие-то задания, которые у нас есть на сайтах решу ЕГЭ, также по физике, по математике, вот эти основные профильные предметы. Исполняющий обязанности мэра провел совещание с представителями завода и учебного заведения, где обсудили планы развития школы на ближайшие годы. Среди инициатив – продолжение ремонта и реконструкция бассейна, в котором нуждаются и ученики, и местные жители. Ознакомился Иван Носков и с работой самого предприятия. Руководителю города провели экскурсию по многофункциональному выставочному центру и показали образцы продукции, которую производит завод. Распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции. Данная подстанция установлена в поселке Калакаревка под Бурганской и питает завод по производству плавучих платформ, которые доставляются для добычи шельфов внести газа на Дальний Восток. В свое время мы начинали производить только металлоконструкции, а затем мы освоили производство большинства компонентов, которые в нее входят. Когда мы производим подстанции на 35 кВт, то до 90% оборудования производства – наше личное, собственное завода. Поэтому мы отвечаем за все, что туда входит. Также Иван Носков посетил производственные цеха завода, которые уже более 80 лет проектируют, производят и поставляют электротехническое оборудование на российские и зарубежные рынки. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.